здравствуйте рыба с вами как всегда ольга филимонова и всем привет я надеюсь что это бесконечное лето такое длинное когда-нибудь уже закончится мы гадаем на сентябрь вот эта бесконечная череда ослепительных солнечных дней не добивает я так рада этой осенью так рада этому сентябрю сентябрь хороший романтический по-своему содержательный месяц любой сентябрь это всегда немножко опять в школу он отрезвляет потому что он заставляет ну да на работу вернуться или на учебу в этот раз картинка месяца изначально искажена немножко ретроградным марсом ретроградным он будет с 10 числа вся эта история продлится до почти до конца ноября до 18 по моему ноября ну две последние декады сентября мы можем иметь очень конфликтное такое время знаете когда не то чтобы новые враги появляются но старые дают о себе знать поэтому согублять ситуацию не надо самое главное что надо по помнить какое правило ретроградного марса не надо затевать новых споров и ссор не надо не надо в суд подавать пока отложите насколько можете не надо с кем-то выяснять отношения там какие-то роковые выяснение роковые страсти для того что потому что кто войну затеет сейчас тот ее обязательно и проиграет мне кажется такой ценный совет то что мы все любим же побоевать по поводу без повода и так рыбы и сентябрь вот как я хорошо аж рука устала карты перемешала для вас сентябрь я расскажу вам про все что увижу про все что может интересовать цивилизованную человек наверное у древних людей вот у тех которые придумывали карты и гороскопы не были свои предпочтения и страстишки поэтому не знаю чем они спрашивали карты что выбирали это науке неизвестно а мы сейчас про себя про наше время а у нас все просто работа деньги дом любовь друзья так рыба и работа сначала на работе будет все очень хорошо у вас ну так это я понимаю это общие фразы но это действительно так аж два старших аркана вам выпадает на работу и с одной стороны карты эти крупные хорошие карты император как символ достатка денег хороших карьерных перспектив она может обещать вам действительно должность новую новое назначение новую работу и карта вселенная рядом последняя карта в ряду старших арканов колоде таро о чем она говорит она на стыке когда цикл круг колода заканчивается ну то есть вот если мы возьмем колоду таро свеженькую не распечатанную вот эта карта будет самым-самым конце колода заканчивается на ней а в другой коробке эта карта окажется в самом самом начале и то есть она обозначает эта карта обновление абсолютное обновление то есть конец одного цикла один виток спирали исчерпывается заканчивается и неизбежно начинается другой примере ли это на свою жизнь конечно конец работы может быть или конец бизнеса никакой угрозы никакой трагедии в этом нету но все-таки все-таки конец это конец конец он и в африке конец понимаете поэтому очень многие рыбы поменяют работу но карты очень серьезные то есть вы не только не просто работу офис место поменяется но поменяете сферу деятельности например переквалифицируетесь в управдомы многое может вас потрясти вашей профессиональной или карьерной жизни потрясти безусловно по-хорошему вместе карты описывают и исполнение какой-то карьерной мечты продолжает десятый дом у нас продолжает тему карьеры и здесь что сказать деньги 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 две самые крупные денежные карты вот по крайней мере в такой вот паре в масти это символ новой жизни это просто чем новая зарплата больше чем новая зарплата на новые должности это куда качественный скачок ваш по деньгам и он неизбежно должен поменять и жизнь вашу и взгляды и расходы и все остальное жизненные перемены если зацепляют за что-то одно за одну какую-то область жизни неизбежно как по цепочке как фокусник из рукава платки начинает все тащится и другой вот смотрите самые радикальные замечательные перемены у вас начнутся зайдут к вашу жизнь со стороны работы и карьеры но и денег как это может быть событий на например вам предлагают новую должность но пока не должность как таковую а только совмещение но заметно большей зарплатой чувствуете разницу формально название должности не меняется и чисто любивые ваши потоки не удовлетворены еще но это деньги от которых нельзя отказаться теперь непосредственно сами деньги перемены тоже карты описывают вам перемены в деньгах могут быть конфликтные ситуации немножко связанные с деньгами опасны даже ситуации будет обсуждать вопросы накоплений на сбережений каких-то больших вложений или больших инвестиций увеличится ли ваша зарплата но мы это уже видели скорее всего да потому что здесь есть четверка пентакли как сундучок с деньгами как символ сбережений как символ богатства так скажем но есть некоторая конфликтность есть некоторое беспокойство то есть может быть часть из этих своих сентябрьских денег вам придется отстаивать или отбивать теперь большой денежный дом это ваши планы и ваши крупные покупки новость о нехватке денег вам тут выпадает и это тоже и хорошо и плохо внезапно вы можете вдруг столкнуться с каким-то дефицитом финансовым это если большой крупный план вы например собирали что-то купить квартиру дом вам не хватило карты не опасны однако они предлагают отказаться может быть от какого-то денежного плана то покупки чаще всего чем еще занимаемся покупками и это знаете такой жирный намек судьбы жирный намек сигнал сирена сигнализация звонок новость о том что вам не хватает денег на что-то остановитесь вы ищите деньги не там или расходу этих не туда или хотите расходовать их не туда это может быть предупреждение что то что вы хотите сейчас купить большое вам не по карману не сможете платить потом например ипотеку если вы хотите взять контакты рыбы и контакты каждого дня друзья знакомые круг общения у вас не поменяется будете вы в сентябре как и в любой месяц любого года человеком самодостаточным не слишком склонным компаниям общению есть какая-то знаете карта хорошие они не не про потери конечно не про кризиса карты хорошие но есть в них какая-то вот знаете такая самодостаточность и поэтому наверное мало общения будет просто в силу обстоятельств хотя если контакты и будут то они будут очень такими полезными продуманными практичными фигура какого-то влиятельного человека у вас появляется вот дом незнакомцев или дом славы 11 дом связи коллективная жизнь жизнь в группах сюда попадают все люди с которыми вы каждый день связаны это клиенты по бизнесу для вас например или это участники участники разных групп форумов кто угодно ваши коллективные интересы крупная фигурная карта появляется влиятельный человек влиятельный человек который то ли для вас старается а то ли вы стараетесь ему понравиться непроходная позиция непроходная то есть ожидайте появление персоны вашей жизни вряд ли это будет пока что близкий друг но это будет человек со связями например или человек что иногда важнее с идеями которые что-то подскажет или как-то вас просветит домашние дела домашние дела хлопотные великие хлопоты большие хлопоты которые связанные с домом смена дома может случиться может случиться такой вот хлопотный переезд действительно и очень неотвратимые перемены может быть неожиданные неожиданные но неизбежные вас ждут именно по дому поэтому на свой быт на стены на жилье на людей с которыми в этот быт делите обратите внимание придется же вам что-то делать и это делание конечно может быть разным может быть уместным когда вы принимаете перемены и просто разгребаете ликвидируете последствия но эти хлопоты могут быть напрасными когда вы пытаетесь пытаетесь руками остановить волну какую-то пытаетесь препятствуйте переменам ну знаете перемены по дому дома они конечно могут быть очень разными это кто-то может уехать из дома потому что пора кто-то может наоборот заехать потому что тоже пора тут сценарии то разные в общем можно примерить но самое главное конечно советы карты такие действительно хлопотные выпадают и советы такие хлопочите правильно хлопочите экологично не хлопочите о прошлом только о будущем и дальние дороги ваша связь за границей ну здесь такой профильный прогноз будет для тех кто собирается куда-то ехать далеко или учиться и первый и второй очень 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 сильно показано для вас и учиться и куда-то ехать потому что видите что здесь есть самое главное самая местная карта карта жрица это учительница 1 мая действительно может быть вы начнете обучение сентябрь самый подходящий месяц и ну не просто вы встретите людей учителей из большой буквы тех кто действительно сможет вас научить чему угодно разумному доброму вечному это очень уместная карта на учебу максимально во-первых они фигурные во-вторых они очень разные одна практичная а другая про всякие тонкие планы искания в общем чем бы вы не занялись это может быть прикладная учеба например освоение смежной профессии или это может быть учеба наоборот какая-то которая непонятно зачем абстрактная изучение какого-нибудь мертвого африканского языка и там и там будет успех и то и то будет как-то для вас нужно и оправданно дальние дороги какой-то гарантированной или случайной нету но вот эти начинания связанные с дальними дорогами за границами тоже хороши и встретите людей на этом пути которые помогут или как минимум вдохновят воодушевят любовь ну и вот дошли до любви одинокие рыбы желают познакомиться рыба которые у которых есть роман желают чтобы этот роман превратился в нечто большее в любовь всей жизни или даже в брак и семейную жизнь ну время рано или поздно удовлетворит и первых и вторых а мы сейчас только про сентябрь говорим ох карта вам обещают неравные отношения вот хотите верьте хотите нет вот они самые мечи время это конфликтно получается сентябрь будет набирать обороты ретроградный марс мечей не было для вас перевод они есть и они коснутся именно темы любви и коснутся очень интересно не конфликт нет абсолютно по-другому начнем с чего ну снова знакомство если вы одинокая рыба и вы хотите какого-то героя в свою жизнь пригласить вот он портрет я вам предлагаю рассмотреть карты иерафант она фигурная она описывает персону личной энергии вас ждет знакомство или сближение с человеком очень своеобразно очень своеобразно может быть идейный человек или старший по возрасту человек с какой-то необычной профессии или такой который будет себя относительно вас как-то позиционировать ну загадочно человек влиятельный неформально эмоционально на тонком уровне влиятельный человек а рядом увы и ах восьмерка мечей и вот вместе эти две карты верно знаете с таким точным попаданием десяточку описывают для рыб очень неравные отношения поэтому я кого-то поздравляю из вас а кому-то сочувствую вот если вы действительно ищите для себя сейчас в жизни учителя человека который старше вас духовно морально если вы хотите ну какими-то более мудрыми глазами чужими познавать мир если вам нужны советы уроки кстати опыт какой-то через любовь то безусловно это ваша карта потому что здесь прям ну мезальянс неравные отношения я вижу а если вы хотите партнерство если вы хотите дружить с любимым человеком хотите иметь право голоса то ну не знаю тогда тогда будьте внимательны потому что какого-то совсем другого героя вам звезды готовят герои если ваш вопрос про любовную историю которая уже есть про брак например про вашего мужа то готовьтесь вмешательство интервенция будет с его стороны со стороны еще каких-то третьих лиц восьмерка мечей эта карта она так и называется вмешательство ну вмешательство здесь знаете может быть любого уровня поэтому любовь которая уже состоялась и даже брак который уже состоялся пожалуй подвергается проверке на прочность здесь есть совесть но знаете что такое совесть чья-то совесть это всегда почти всегда это морализаторство это обвинение бессовестности других вообще любовная история с каким-то таким перевесом достаточно необычно и ваш любимый человек самый главный для вас жизнь тот кто вам встретится или тот кто уже есть рядом подумайте загадайте будет вести себя откровенно разрушительно то ли сам будет бояться и от этого разрушать отношения то ли какие-то страхи будет умышать вам ну я в пользу первого склоняюсь вот позиция партнера это седьмой дом это партнерство его по-разному называют и счастье в браке этот дом описывает и ваш выбор правильно неправильно вы кому-то доверяете или ставку на кого-то делаете но для нас сейчас это вот портрет человека важного для вас например любимого вашего человека и у него страхи напрасные знаете такая вереница мощная вереница напрасных страхов есть и есть какая-то какая-то разрушительная позиция люди когда боятся ну вы знаете они чаще всего разрушают все разрушают то что им особенно дорого поэтому история ну довольно цельная вам выпадает но если это новое знакомство то все-таки трижды подумайте оно интересное но это необычный человек и такое общение может очень необычные последствия в жизни для вас иметь человек да кстати очень крупные карты портретные он будет не случайный знаете какой-то такой управитель человек который захочет вашей судьбой распоряжаться или управлять вы кстати знаете похожая похожая персона как фантом как тень вот этого человека выпал вам в одиннадцатом доме тоже какой-то такой командир начальник поэтому у вас вот это новая ну или не совсем новая любовная история может начаться через какие-то массовые контакты то есть это в коллективе в коллективе людей вы вот встречаетесь видите этот человек может быть хотите ему подчиняться симпатизируете или стараетесь понравится и вот так начинается старт вот этой любовной истории и очень такой вот не знаю неоднозначно вряд ли вы сами успеете правда из-за этого расстроиться как будут чувствовать себя рыбы в сентябре 2020 года и отлично вот ваш первый дом будете чувствовать себя везунчиками энтузиазм какая-то какая-то жажда жизни у вас будет присутствовать ну да местами немножко досады вроде как все что сбыться могло сбылось но могло бы и больше да хотелось бы и больше вот так итог месяца на тонком плане я всегда люблю завершать вот такие вот гадания на месяц уходом в высшую сферу уходом в какие-то тонкие планы потому что мы не можем уже мы только простых вот таких бытовых вещах говорить тем более с рыбами рыбы жители двенадцатого дома и вы вообще-то живете каждый из вас если для вас это откровение то извините но вы как каждый живете в совершенно иллюзорном выдуманном мире и это ваш обитель и так и должно быть меняться не нужно не надо стремиться выбраться как русалочка на сушу это мы все знаем чем это заканчивается поэтому дом подсознание вот этот двенадцатый это как большая часть айсберга который вся-вся под темной водой а здесь это в общем достаточно хорошо настроение даже внутри сны все праздничное нет страхов нет каких-то дурных предчувствий нет комплексов нет нет сожалений очень комфортно очень комфортные переживания внутри внутри себя карта вам обещают ну а это по сути все лучше это залог хорошего настроения залог успеха и хорошего настроения и могу я сказать что конечно месяц вас ждет хороший какие-то кризисные области сферы я вам назвала обратите на них внимание но и не пропускайте то куда вас звезды зовут это очень важно потому что знаете люди любят концентрироваться на плохих ощущениях на плохих прогнозах плохих предсказаниях даже новости плохие замечали мы запоминаем хорошие пропускаем мимо ушей а успех имеет тот кто умеет цепляться вот как раз за лучшие шансы но не оплакивать потери цинично звучит но это так поэтому вот при всей переменчивости вашего сентября обратите внимание что у вас вам редкий шанс учиться учиться мы что бы какой бы смысл какое бы содержание вы не вкладывали это слово сейчас учиться учиться никогда не поздно да и главное что нам есть всем чему учиться поэтому в любой непонятной ситуации дорогие рыбы в сентябре 2020 идите учиться спасибо